Россия – страна контрастов. На этой огромной земле живут более 190 народов со своими традициями и особенностями. Все эти географические и социальные факторы уникальным образом переплелись на этой огромной территории и на протяжении веков формировали ее самобытный экономический облик. Напрашивается ряд вопросов, какие же регионы в России зарабатывают больше других, и вообще, на чем и на ком держится экономика России и какова она в сравнении с другими странами? В странах с рыночной экономикой есть очень наглядный показатель, определяющий уровень экономики страны. Это воловой внутренний продукт. Упрощенно, это стоимость всех продуктов, товаров и услуг в стране, произведенных за год. Будь что баррель нефти, продажа мобильного приложения или стоимость услуг по стрижке любимого питомца. По номинальному ВВП Россия занимает 11 место в мировом рейтинге. Этот показатель не полностью отображает картину. Ведь покупательная способность во всех странах разная. Например, в России сходить в больницу, сделать МРТ сравнительно дешево и соразмерно основательному походу в магазин за продуктами. Что не скажешь о покупке новенького флагманского смартфона. Тогда как в США картина в точности да наоборот. Поэтому чаще рассматривают ВВП по паритету покупательной способности. И здесь, по данным Всемирного банка, Россия уже на шестом месте. По соседству с Германией, конечно. И этот показатель не может донести полную картину. Например, уровень жизни, который напрямую связан с экономикой страны. В Германии и России очень отличаются. Хотя по данному ВВП показатели у них примерно одинаковые. Также в Китае население больше, чем в России в 10 раз. Следовательно, в 10 раз больше товаров они могут произвести. Давайте обратимся к показателю ВВП на душу населения. По данным Всемирного банка на 2020 год, Россия занимает 47-ю позицию, США 8-ю строчку, а Германия 15-ю. Другими словами, 28213 долларов означает, что эквивалент на этой сумме, в переводе на мировые цены, в России на одного человека производят товаров и услуг в год. Это среднее число по всей стране. Но, как было сказано ранее, Россия – страна контрастов. И в одних регионах показатель ВВП на душу населения сравним с самыми продуктивными странами мира, а в других же регионах этот показатель в 5, а то и в 10 раз меньше. Чтобы наглядно сравнить неоднородность распределения ВВП, регионы России условно можно разделить на две сопоставимые части. 50% российской экономики сосредоточено только на 10% территории страны и только в двух федеральных округах, где проживает почти половина населения России. В 2022 году в список регионов, не получающих дотации, а соответственно являющимися регионами донорами, вошли 23 субъекта РФ. Это города Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красноярские и Пермские края, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, а также Ненинский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненинский автономные округа. Неудивительно, что многие субъекты из этого списка занимают ведущие позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. Остальные 62 субъекта РФ соответственно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2022 году. К высокодотационным субъектам относят территории, в бюджетах которой доля дотации с федеральных казны в течение двух из трех последних лет превышала 40% объема собственных доходов. Это Республика Дагестан, Камчатский край, Чеченская республика, Республика Алтай, Республика Тыва и Республика Ингушетия. Основной вклад в долю ВВП России вносят обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и горнодобывающая промышленность. Как горнодобывающей промышленности относятся отрасли по добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и газы. Из графика видно, что ВВП России, конечно, зависит от добычи ресурсов, но не напрямую. Если, допустим, сравнить Катар, то добыча нефти и газа там составляет более 55% ВВП страны. Это около 85% доходов от экспорта и 70% всех государственных доходов. ВВП России почти на четверть состоит из обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Давайте рассмотрим промышленность России по федеральным округам. Промышленность Центрального федерального округа очень развита. Лидерами в области тяжелой промышленности можно назвать машиностроение и металлообработку, черную металлургию и химическую промышленность. Промышленные предприятия Центрального федерального округа вывели регион на первое место по показателям производственной и рыночной инфраструктуры. Промышленным центром Северо-Западного федерального округа можно назвать Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Именно здесь производится больше всего промышленной продукции региона. Наиболее развиты такие сферы, как металлообработка и машиностроение, черная и цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность. Промышленность Приволжского федерального округа сконцентрирована в республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Пермской, Нижегородской и Самарской областях. Этот федеральный округ отлично адаптирован к эффективной работе топливно-энергетического комплекса России. Промышленные предприятия Южного федерального округа в основном занимаются производством минеральных вод, вольфрамового сырья и цемента. Регион перспективен для развития топливно-энергетического комплекса благодаря наличию природных ресурсов. Промышленность Урала ярко представлена машиностроительными и топливо-перерабатывающими предприятиями. Многие предприятия Урала экспортируют машиностроительную продукцию за рубеж. В регионе успешно развивается электроэнергетика. На данный момент регионы Урала имеют как обширные торговые связи с другими субъектами Российской Федерации, так и зарубежными государствами. Предприятия Сибири осуществляют металлообработку. В регионе развиты машиностроение, металлургия, черная и цветная, топливная и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика. Больше всего предприятий находятся в Красноярском и Алтайском крае, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Промышленность Дальнего Востока развивается в горнорудном угольном направлениях. В регионе развиты такие промышленные сферы, как судостроение, лесная промышленность и цветная металлургия. Экономика Дальнего Востока из-за высокой доли транспортных издержек от центра по-прежнему оторвана от российского и внешнего рынков. Также посмотрим некоторые отраслевые профили отдельно по ключевым регионам в этой отрасли. Авиастроение и космос Самарская область, Москва, Башкортостан. Лесная промышленность Иркутская область, Красноярский край, Хабаровский край. Животноводство Белгородская область, Татарстан, Краснодарский край. Наука Москва Московская область, Санкт-Петербург. Автомобилистроение Самарская область, Татарстан, Нижегородская область. Пластмассовые изделия Московская область, Татарстан, Башкортостан. Строительство и строиматериалы Свердловская область, Московская область, Москва. Химические вещества Татарстан, Башкортостан, Челябинская область. Текстильное производство Ивановская область, Московская область, Ростовская область. Фармацевтическая продукция Московская область, Москва, Санкт-Петербург. Из графика ВВП по отраслям мы помним, что 10% ВВП России составляют чистые налоги. Рассмотрим поступление платежей в бюджет по федеральным округам. Тройка лидеров по сбору налогов федеральный и консолидированный бюджет являются Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа. Показатель ВВП не учитывает огромный сектор теневой экономики. В России по расчетам МВФ за 2018 год доля теневой экономики составляет 34% ВВП. По расчетам же Росстата этот сектор приблизительно равен 15-16% от ВВП. После локдауна и других ограничений в 2020 году экономика России, как и мировая экономика, испытала серьезные потрясения. Очень много организаций по всей России стали закрываться. К концу 2021 года ситуация более-менее выровнялась. Тем не менее, увеличилась безработица, снизилась покупательная способность населения. На графике изображен оборот розничной торговли в расчете на душу населения по Российской Федерации. Как вы думаете, как можно определить, бедный ты или нет? Процент трата на еду можно считать одним из ключевых индикаторов уровня бедности. Приемлемым уровнем расходов на еду в развитых странах считается уровень 15-20%. Адаптируя условия под Россию, бедным может считать себя тот, кто тратит на продовольствие более 50% своего дохода. По данным опроса, в 2021 году более 60% россиян тратят на продукты около половины своего дохода. Вот такая статистика. Так или иначе, российская экономика продолжает существовать. Невзирая на внешние преграды в виде серьезных санкций, бьющем сразу по отдельным отраслям экономики, коррупцию внутри России, потерю огромной части внешнего рынка. Монополию в определенных отраслях, уникальное географическое положение, востребованность природных ресурсов на мировом рынке, возможность конкурентной торговли как с Западом, так и с Востоком, огромный потенциал России, все это не дает ей провалиться в выкопанную для нее яму. Российскую экономику можно сравнить со сложным механизмом, например, автомобилем. Какой-то регион является двигателем, какой-то трансмиссией, а какой-то бензобаком. Но один без другого не поедет. Так что пока колеса крутятся, едем дальше. С вами был канал Просветись.